Дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях Владимир Тиунов. Добрый день! Здравствуйте! Кто хоть раз в жизни соприкасался с авторской песней, его отлично знают. Но если мы сегодня будем говорить о клубе самодельной песни или о фестивале зимородок, нам не хватит целого дня. Поэтому мы тему конкретизируем. Не так давно я узнал, что ты, Владимир, побывал в зоне СВО. Вот в связи с этим построим наш диалог. Итак, кто тебя туда пригласил? Ну, как такового приглашения не было. Давай начнем с того, что это был мультикультурный шестой по счету уже фестиваль «Звезды над Донбассом». Мультикультурный, потому что там собираются творческие люди разных направлений. Вообще, исторически этот фестиваль сложился из конвента писателей-фантастов. И, надо сказать, что одним из учредителей является известный Лукьянинг. И, стремясь расширить состав фестиваля, они его сделали мультикультурным. И рассылалась форма заявки в соцсетях, и можно было подать заявку. Естественно, там эти заявки все проверяли, и, видимо, все-таки я был отобран, что меня туда пригласили. То есть, мне пришло официальное приглашение участников фестиваля. Слышал я о нем еще и раньше от своих друзей, кто уже туда ездил. В частности, это Антон Трофимов, московский автор, кстати, лауреат «Зимородка», и мой друг хороший. И вот я написал в феврале, где-то заполнил заявку, и в марте мне пришло туда, даже в апреле где-то пришло приглашение, что я приглашаюсь на фестиваль. А вот как ваша гид-бригада добиралась до зоны СВО, и где, в каких конкретных местах вам удалось побывать? Вот одна из целей, которую я преследовал, заявляясь на этот фестиваль, в принципе, я не писатель. Я как бы не считаю себя особым музыкантом, не считаю себя особым поэтом. Я автор-исполнитель, но основная цель моя была попасть именно в агид-бригады и попасть именно туда, где все это происходит. Почему? Потому что, как только это все началось, меня преследует какое-то ощущение долга перед этими ребятами, что я им что-то должен все-таки, что-то я не только для них, для страны что-то должен сделать, но в частности то, что я хорошо умею делать. И узнав, что на этом фестивале есть движение агид-бригад, так называемых, когда артисты выезжают в госпиталя, в расположение частей в госпитале, я именно стремился попасть в эти агид-бригады. Да, у нас был костяк агид-бригады, это вот Антон Трофимов, я и был еще автор и такой очень интересный человек Алексей Ширяев. Он вообще сибиряк, но сейчас живет в Минске. И вот к нам, конечно, присоединялись еще другие исполнители, но в основном мы ездили мы втроем. До места проведения фестиваля, а проводился он, все мероприятия были в Мариуполе, из Москвы, вот, ну, как бы те люди, которые ехали через Москву, из Москвы был организован трансфер двумя автобусами большими, комфортабельными. У нас порядка ста человек выехало из Москвы автобусами, и мы ехали туда примерно 18 часов. Ну, мы все относимся к юморам, к тяготам жизни, потом у нас была любимая фраза «давайте поспим лежа». Вот, потому что спать сидя вообще как бы не очень удобно. Ну, хорошо доехали, все нормально, без приключений. Значит, и основные действия, как я сказал, были уже в Мариуполе. Мариуполь мы достаточно хорошо посмотрели. Вот, жили мы не в Мариуполе, жили мы в пансионате в Урзуфе. Это городишко небольшой курортный на берегу Азовского моря. Жили в комфортабельных условиях, в пансионатах, питание было очень хорошо организовано. Вот, и оттуда же выезжали, два раза мы были в Донецке, то есть с разными гидбригадами, ну, вот втроем, но с разными составами. Вот, два раза мы были в Донецке, и одна была у нас очень достаточно длительная поездка. Мы были в Макеевке и в Горловке. Вот, и в Мариуполе все достаточно спокойно. По словам тех, кто приехал туда второй раз, город уже не узнать, учитывая, что все-таки в Мариуполе шли уличные бои. Вот, там, конечно, до сих пор есть особенно частный сектор разрушенный, Азовсталь тоже в руинах лежит. Но сам вот центр города, парк новостройки, медицинский центр там отстроенный большой, все строится, все замечательно. И в городе практически разрухи уже не видно. Иногда попадаются такие характерные отметины от сколков, от пуль, на воротах, на каких-нибудь видно еще, да. Но вот город не произвел впечатление разрушенного на меня. А, кстати, вот какое настроение у местных жителей? Поскольку мы общались там, у нас же были открытые мероприятия, там открытие, фестивали было, значит, концерты были, выставки, встречи. У Антона была лекция, допустим, он еще и журналист, у него была лекция в университете, и мы туда с ним пошли. Мы общались со студентами, с преподавателями, ну, просто с людьми, которые подходили. Вот, в частности, у нас в конце этого фестиваля был в парке концерт большой сборный, там. Вы знаете, вот гнетущего впечатления вообще нет никакого. Люди жизнерадостные, они понимают, где они находятся, но, тем не менее, они верят в то, что все будет хорошо. Вот это меня очень сильно, ну, и не то чтобы поразило, а поддержало как-то вот меня вообще в восприятии этой всей ситуации, что и в Донецке точно так же. Люди нормально живут, они ходят на работу, они общаются друг с другом, они отдыхают, там, какие-то кафе открыты, там, все нормально. В Донецке мы останавливались ненадолго просто на возвращении, но по магазинам пройтись, там, водички купить, мороженого, общались, вот, все хорошо. А вот мне понравилось, но для наших телезрителей, повтори, вот, пожалуйста, какой репертуар рекомендовали вам исполнять, какие песни вы представляли над суд зрителей, вот это тоже, наверное, немаловажно. Ну, надо сказать, что у нас получилось так, что наша гидбригада была только, даже не в госпиталях, а в местах, где ребята проходят реабилитацию после ранений, вот, кто-то там с аппаратами Елизарова, Елизарова надо ему там месяц проходить, вот они уже, то есть, в палатах мы не выступали, нам собирали, люди собирались в каком-то одном месте, мы даже в подвале выступали, вот. Вот, и, да, ну, это и на поверхности лежало, и мы сами понимали, что петь людям, бывшим на войне, о войне, ну, как-то, вот, не очень, не очень, поэтому мы пели песни, ну, и про любовь хорошо им заходило, и в то же время какие-то хулиганские песни, там, пиратские какие-то, там, да, вот, подбирали репертуар о возвращении, допустим, вот, есть у Висборра песня «Здравствуй, здравствуй, я вернулся», вот, очень хорошо принимали, да, вот, ну, правда, были военные песни из тех времен, там, синенький скромный платочек, у нас девочка одна пела, вот, то есть, ну, женский голос – это отдельно, женский голос, я так понимаю, ребята может петь все, что угодно, они это воспринимают очень хорошо, и понятно, почему, но у нас было негласное распоряжение не брать с собой женщин, потому что, ну, накануне были прилеты, и, в общем, ездили фактически, ну, вот, допустим, в Макеевку-Горловку, ездили одни мужики. Я вот спрашивал о настроении местных жителей, а вот о настроении наших бойцов, два слова скажи, встречали ли вы наших земляков, я имею в виду нижегородцев? Вы знаете, как-то, по-моему, был один нижегородец, я спрашивал, конечно, ну, поскольку я сам с Урала, я спрашивал, уральцы есть или нет, в основном сибиряки, вот почему-то, буряты там, казах был один, вот, но в основном ребята из Сибири почему-то нам попадались, и пожилые люди были, ну, там, за 50 далеко, и, ну, вот, последнее особенно нам, мне очень понравилось, ребята живут, молодые, живут в подвале, вот, то есть, ну, там же существующие режим секретности, вот, и в обыкновенное здание, а там, глядишь, и там, вот, точка реабилитации, вот, и улыбаются, шутят, смеются, я не видел, опять же, так же, как и в местных жителях, в ребятах, которые там побывали, конечно, они немножко другие, глаза там, конечно, совершенно по-другому смотрят, но, вот, какого-то, какой-то тягости, там, какого-то страха, совершенно нет, вот. Не случайно многие молодые парни после реабилитации снова просятся на фронт? Да, я только, я хотел сказать, мы с ними разговаривали же, там, после концерта все равно какие-то там вопросы возникают, там, и нам интересно было, да, 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 даже пока мне подошел мужчина, но ему лет 50, он уже комиссованный, он там реабилитации, и все, домой поедет, ну, ранение, вот, и он с каким-то, то ли, вот, смешанное чувство, то ли он рад, что он остался живой и поедет домой, а с другой стороны, вот, какое-то ощущение того, что он, вот, должен обратно, вот, не может он оттуда уезжать, потому что уже прикипел, потому что тут его друзья остаются, вот, и вроде как, хочет остаться, и вот это вот смешанное чувство, как видно, что человек борется, сам собой, то ли остаться, то ли уехать все-таки, потому что комиссовали, имеет право. Вот, было ли у тебя такое ощущение, что ты побывал в другом мире, ну, допустим, 18 часов на автобусах, и ты попадаешь в другой мир, по возвращении смотришь в наших городах, ходят беззаботные люди, и ничего не знают, что там молодые парни ценой жизни защищают их беззаботно. Заботную, спокойную жизнь. Вот, было такое ощущение? Ну, то, что я немножко другим оттуда вернулся, да. С одной стороны, было все-таки небольшое облегчение, что я хотя бы частично поучаствовал в этом во все. Другой мир, ты знаешь, Вань, я как только сел в автобус, я понял, что я уже, потому что там собрались люди, которые именно горячо болеют за весь этот процесс, за успешное его окончание, и уже вот сидя в автобусе, я уже был в другом мире. Несмотря на то, что те же самые люди, вот они из Москвы, ну, там большая география была, даже с Сахалина. Нет, с России, да, с Сахалина были, с Камчатки, но там был человек из Австралии, женщина специально приехала, пять дней добиралась до фестиваля из Германии, была девочка. Вот, то есть, он не только мультикультурный, он еще и международный фестиваль. Ощущение того, что там другой мир, больше всего мне, у меня появилось, когда на открытии фестиваля выступила девочка, 21 год, Веринея Шигина, по-моему, она художница. У нее брат там, на СВО, мама занимается гуманитаркой и снимает документальные фильмы, это можно посмотреть Алиса Шигина. А она рисует углем портреты бойцов, и там была целая выставка ее. И вот, 21-летняя девочка, вот, она настолько здраво и зрело рассуждала, выступая там, что, в общем-то, как бы, некое чувство стыда за тех, кто здесь, и кто не может так в 21 год рассуждать. Вот, вот это было немножко. И очень был горд тем, что у нас есть такая молодежь, все-таки она наша, российская, она есть, которая может вот так рассуждать. Ну, наверняка, я вот задавая вопрос, наверное, ответ уже знаю, наверняка ты собираешься вновь туда поехать, там, а где ты был, там вас ждут. Ну, то, что ждут, да, это однозначно, да, я все-таки вынашиваю планы побывать там. Ну, если я, в принципе, там можно самостоятельно туда прорваться, сейчас я уже знаю, как, вот, то есть фестиваль для этого, ну, как бы, не нужен, да. Вот, было бы желание. Вот, другое дело, ну, время, сроки, опять же, возможность, может быть, до следующего фестиваля не получится, но если не получится, тогда я опять поеду на фестиваль, чтобы вот все-таки с агитбригадами поездить. Вот, и уже мы уже по-другому все это организуем, а сейчас понимаю, что, ну, много шероховатостей было определенных, но понятно, что это и не только от организаторов зависит. Вот, вот, но уже по-другому будем поступать, и... Вот, я считаю, как, конечно же, честь и хвала тем ребятам, которые защищают нашу спокойную жизнь там, честь и хвала тем, кто собирает гуманитарную помощь. Но вот ваша помощь, я бы назвал ее вдохновляющей, духовная помощь, она тоже на одном уровне с гуманитарной помощью. Поэтому вот вы большие молодцы. Владимир, ты уже назвал ряд фамилий участников вот этой агитбригады, с кем ты выступал, назови еще раз, может быть, нашим телезрителям, кто интересуется авторской песней, эти фамилии что-то и скажут. Ну, не только исполнители, может быть, даже назвал художницу фамилии, они, может, в интернете поищут. Ну, из Бардов там был очень известный питерский Вячеслав Ковалев, он там уже не один раз, и он тоже давно занимается гуманитаркой, поставкой туда, сбором средств, поставкой гуманитарных грузов. Был Илья Оленев, это он из молодых авторов, очень подающие надежды. Он, такое впечатление, что он там давно именно в зоне СФО, то есть он фактически местный. Вот Антон Трофимов, это журналист, это автор-исполнитель из Москвы, мой друг. Вот, ну, Алексей Ширяев, замечательный тоже товарищ, но он такой ближе к року исполнитель, но такой, у него масса историй, рассказчик хороший, вот Алексей Ширяев. Познакомился я там с замечательным поэтом, моим земляком, он с Урала, из Екатеринбурга, Сергей Ивкин, замечательный поэт, он там ведет преподавателей, он ведет какие-то курсы, ну, это Екатеринбург, то есть, и у нас даже такая, вот, четыре человека, мы жили в одной комнате, вот как раз, вот, и много было разговоров, конечно же, песни были по ночам, мы там, хорошо нас поселили на окраине, значит, города, мы никому не мешали, мы там часов до трех ночи могли песни петь. Конечно, общения на фестивале было масса, и оно, я думаю, что на пользу пойдет. Мне некоторые меня спрашивали, было ли страшно. Да, кстати. Вот, ты знаешь, я вообще не ощущал, я, может быть, я, может, по своей устремленности к цели, там, может, грубо говоря, по глупости, я совершенно не осознавал, вернее, не ощущал в себе того, что вот сейчас что-то со мной может случиться. У вас кто-то сопровождал? Ну, у нас нет, у нас военного сопровождения не было вообще. Ну, мы ездили-то, как бы, мы даже не были в расположении воинских частей, хотя нет, у нас агитбригады ездили. У нас был куратор, то есть у них есть в Донецке пресс-центр, где собираются заявки на вот эти мероприятия. Вот, нам, мы, ты приезжаешь туда на своем транспорте, вот, тебе дают куратора, и он говорит, едем туда. Он едет с нами, он приезжает, он говорит, вот, ребята, приехали, давайте, собирайтесь, мы выступаем, едем дальше. Вот, вот, собственно говоря, и все. И, конечно, принимают очень хорошо. Вот, и ели мы в солдатской столовой вместе с ребятами, замечательный вот тоже быт, как бы, да. Ну, понятно, что он не вот тебе там, вот как мы с тобой сейчас в креслах сидим. Но, тем не менее, два раза мы питались в этих столовых, замечательно кормят. И блюд несколько, и очень душевный персонал, и, собственно говоря, есть очень приятно. По законам жанра, нашу беседу, наш диалог, мы должны закончить песнями, именно теми, которые ты исполнял там. Ну, вот, как это называется-то? Интересное было ощущение, что я, особенно первый раз, когда я спел свою песню, ну, просто про любовь петь. Вот, ну, она называется, этот вечный механизм. Вот, и думала, а как, ну, ребята, которые знают эту песню, да спой, спой. Я думал, ну, им-то она зачем? А вот ощущение того, что вот просто эта жизнь, они ее вспомнили. Ну, это, ну, как бы, школьные годы, опять же, и любовь. И очень тепло принимали. Ну, и вот я уже упоминал, здравствуй, здравствуй, я вернулся в Висбор. В принципе, вот, я могу сейчас их спеть, эти песни. Вот, они воспринимались очень хорошо. Значит, ну, вот, песня. Этот вечный механизм, мальчик в девочку влюбился. Ангел с бантиком спустился, сел за парту рядом с ним. Легким был ее портфель, легче листьев золоченых. Мысли правильных ученых пели, как дождей копеек. Это больше, чем слова по аллеям вслед за ветром. Мимо дядек с мятым фетром на помятых головах. Солнце в виде фонаря в желтой липе, как подсветка. Так бывает очень редко, когда парами парят неприкосновенность щек. Глаз лучистых, смех и святость, гея сентябрьских, виноватость или что-нибудь еще. Семь чудес, как ни пороси, ей в подметки не годятся. Он бы рад пожелом остаться и всю жизнь портфель носить. Это славная игра. Мальчик в девочку влюбился, мир вокруг переменился. Зашла осенняя пора, птиц, негромкий хоровод русских классиков цитаты. Она уедет в Штаты и наступит Новый год. Ну и поскольку Висбор все-таки на слуху у многих из нас, и ребятам не так, чтобы тоскливо было. И мы всегда говорили так, что мы все и всем желаем, чтобы они вернулись. Вернулись к своим семьям, к своим друзьям, на свою родину. И вот песенка такая. Здравствуй, 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 я вернулся, я к разлуке прикоснулся. Я покинул край, в котором лишь одни большие горы. Меж горами, перевалы, в том краю ты не бывала. Там звезда есть голубая, в ней угадывал тихая. Здравствуй, здравствуй, милый сучей, здравствуй, добрый мой попутчик. Разреши идти с тобою за звездою голубою. И с кузар на рынок за хлебами, и с корзинкой за грибами. И потом нести в корзинке нашей жизни половинки. Здравствуй, здравствуй, друг мой вечный. Вот и кофе, вот и свечи, вот засвестье голубое. Вот и мы вдвоем с тобою. Наши дни идут к закату. Мы как малые ребята, взявшись за руки, клянемся. То ли плачем, то ли смеемся. Здравствуй, здравствуй, я вернусь.